Если люди ставят себе за правило поведение то, что далеко от них, не их природа. Наша природа, прежде всего, это тонкая жизнь, то есть это работа над собой. И духовная жизнь, это связь с высшей силой молитвы. Как ребенку играть хорошо в жизни? Хорошо играть, игре развиваться. Так человеку надо понять, что главное для него в жизни, а что второстепенное. Если ребенка в школу отдали, муштруем, у него разум не готов к такой жизни, то он не будет развиваться. Нужна игра, потому что это естественно для него. Также для нас неестественно упахиваться и неестественно жить вот этими внешними интересами, потому что для нас важнее внутренняя жизнь. Мы ведь думаем о том, хорошее у меня настроение постоянно или плохое. Мы думаем, какие у меня отношения с людьми, мы думаем, как растут дети, это для нас важнее. Но если мы отдаемся силы туда, то тогда здесь ничего не будет. И это значит, что главное мы теряем. Ребенок развивается в игре, а взрослый человек развивается в работе над собой. Это является естественным для него. Женщине естественно развиваться в отношениях к любви, а мужчине естественно побеждать общество, этот мир, доказывать свою силу. Женщине неестественно доказывать свою силу. Развиваться в деятельности неестественно. Она может это делать для поддержания своего, просто для того, чтобы кушать, пока муж не начал кормить. Но если женщина сильная, сильная не означает директор завода. Ну может по судьбе быть директором завода, но это не ее сила. Женская сила означает способность так себя вести, чтобы муж был рад, что ты сидишь дома. И не работаешь просто. Рожаешь, заботишься обо всем. Все, это женская сила. Он говорит, ты у меня такая хорошая, сиди дома. Я говорю, ладно, хорошо. И начинает там дома, готовит шурушать там. А всех, мама, я тебя люблю. Парку ложила, так, лучше я люблю. Так. Подружкам всем позвонила, со всеми отношениями, соседками пирожков, на которые я накормила. Всех поддержит, отношения всех. Приходит муж, господи, красота-то какая. Он очень счастлив. Но от жены не надо, чтобы она капусту приносила разумному мужу. Но есть ли они разумные. Ему нужно, чтобы рожена тоже работает. Зачем? Она потеряет свою красоту. Все потеряет. Рожать не сможет. Красоты не будет. Здоровья не будет. Сожрет тебя. Самая хорошая женщина, это удовлетворенная женщина. Не дай бог тебе жить женщиной, которая устала на работе. Тебе конец твоей жизни. Потому что женщина непреодолимая сила. Ее сила сильнее, чем мужчина. И характер женщины сильнее. Она тебя замучает. Сгрызет просто. Если не плохое, настроит тебе конец. Оставь ее в покое. Пускай сидит дома, работает над этим. Тем, что ее окружает. В своей тарелке находится. Зачем тебе ее туда пихать, где ее побьет психику? Этот внешний мир. Женщина очень чувствительная. Внешний мир ее бьет психику. А пускай она останется там, где она как рыба в воде. Она там будет со всеми общаться, всех воспитывать. Ты приходишь куда в этот момент? В рай. Вот смотри, можно большой дворец вместе построить. Но там рая не будет. Потому что рай, там есть хорошие отношения. Или у тебя маленький рай будет. Из однокомнатной квартиры. Но настоящий. Выбирай. Разумный мужчина выбирает. Женщину, которая работает над собой. И строит отношения. Но если она ленивая, не хочет работать над собой. Лежит на постели. Мне дома лучше. Ну тогда застать ее работать. Она не хочет дома работать, пусть где-то работает. Итак, то, что согласно с природой человека, это его поведение. То, что не согласован, не поведение. Плотник, вытесывающий топорище, имеет перед собой образец того, что он делает. Взять в руки топорище, того топора, которым он тешит, он смотрит на него и стоя с другой стороны. И после того, как он сделал новое топорище, рассматривает их оба, чтобы видеть, насколько они сходны. Так и мудрый человек, который питает другим такие же чувства, как он питает себе, находит верное правило поведения. Он не делает другим того, чего не желает себе. Очень хороший, это Глеб Толстой. Очень хорошая мысль. Всегда проверьте, попробуйте, вроде бы мы это знаем, попробуйте. Когда вы хотите совершить какой-то поступок, попросите своих близких. Вот мне жена это говорит. Тебе бы хотелось, чтобы с тобой так поступили? Я оп, все, я понял. Потому что, когда человек хочет совершить какой-то поступок, он увлекается этим. А близкий человек может напомнить. Он может подойти и сказать, стоп, а ты бы хотел, чтобы с тобой так поступили? Все, вопрос решен. Я не буду совершать этот поступок. Потому что я точно этого бы не хотел. Например, я решил о ком-то поговорить, что он плохой. Стоп, а ты бы хотел, чтобы этот человек, вот близкий твой человек, к тебе, а тебе так говорят, оп, все, понял, молчу. Хороший способ. Видите, для нас естественно, это наша природа. Думать хорошо друг от друга. А плохо думать неестественно, это не наша природа. Зачем тогда этим заниматься? Мы бы не хотели, чтобы это было. Зачем тогда нам этим заниматься? Но мы не контролируем себя, нужно, чтобы кто-то помогал. Конфуции. Эпиктит опять дальше в свою сторону. Все то, чем люди так восхищаются, все ради чего приобретение, что они так волнуются и хлопочут, все это не приносит им ни малейшего счастья, потому что вызывает новые трудности. Покуда люди хлопочут, они думают, что то благо, что благо их в том, чего они добиваются. Но лишь только они получают желаемое, они опять начинают волноваться, сокрушаться и завидовать тому, что у них еще нет. Так как природа работает человек. И это очень понятно, потому что неудовлетворением своих правдных желаний достигается счастья и свобода, но наоборот, избавлением себя от таких желаний. Как, допустим, если где-то сильно чешется, чесать или не чесать? Чешешь еще больше, чешешь еще больше, еще больше, потом раздираешь кожу. Слава Богу. Задрался, теперь можно спать. Может, лучше не чесать? Мудрые люди говорят, лучше не чесать. Ну да, вот, мне попросили объявление сделать. Хорошее объявление, приятное. Особенно свои лекции, когда объявляешься. 16 ноября будет бизнес-семинар «Причина наших трудностей в бизнесе и преодолении». Я долгое время не хотел читать эти семинары. Но меня просто просили, просили. И вот в последнее время начал потихоньку читать. Потому что людям нужно образование в этом направлении. 16 ноября, то есть завтра. 25 декабря, наоборот, сильно хотел. Будет праздничная новогодняя встреча в этом же зале. То есть, Новый год с доктором-то взнос. Вы узнаете и увидите, что присутствие доктора Красунова будет не самым главным праздником в вашем Новом году. Потому что в этом празднике будут участвовать удивительные люди, мои друзья. У нас есть фестиваль «Благость». Кто был на этом фестивале? Вам понравилось? Очень. Так вот, почему он понравился? Потому что приезжают очень талантливые люди. То есть, они поют свои песни авторские. Они ставят уникальные спектакли. То есть, это все их постановки. У меня есть много таких друзей, которых я объединил в одну команду на этом фестивале «Благости». Мы решили сделать свою концертную программу нравственную, которая бы давала такой удивительный отдых людям. То есть, вы увидите то, что никогда и нигде не видели. Это будет 25 декабря. То есть, целых 4 часа будет праздничный концерт. Вот в этом самом зале. Праздничная программа. Вы получите массу хороших впечатлений. Где-то час я буду, там, будем желать всем счастья. Благословлять друг друга на следующий год. И дальше будет вот этот большой праздничный концерт. И в фойе тоже будет много мероприятий, разные консультации там и так далее. 29-30 ноября один хороший человек, который я встретил в свое время, 15 лет назад в Саратове, который был очень талантливым психологом. И сейчас он уже известный во всем мире человек. Олег Гадетский. Законы гармонии и успеха. Сходите, очень неблагодарная личность. Такая светлая, чистая. Подробности вы можете узнать у организаторов на сайте Афиша Веда РФ. Вот, у меня есть один знакомый. Он берет высказания из моих лекций и делает под них очень красивые фотографии. Находит такие лица, вот делает. Приносить пользу миру, это единственный способ стать счастливым. И вот такие бабушка с дочкой. Это календарик на 2014 год. Рекомендую, чтобы мы благостно вешали не какую-то фирму, а что-нибудь такое приятное для вас. Если хочешь удостовериться в том, что это правда, что вот это тебе действительно не поможет, потому что все люди психически нацелены только на развитие в этой жизни. Это болезнь, которая поражает всех людей, без исключения. Причина – стран смерти. Самое единственное, что нас, как мы считаем, защищает от страха смерти, это первые потребности, потребности первой необходимости. Это пища, дом и семья. Это потребности первой необходимости. И люди, как ошпаренные, просто все силы отдают на то, чтобы удовлетворить эти потребности. Но проблема заключается в том, что все эти вещи зависят от нашей внутренней жизни. Не будет внутренней жизни, не будет никакой семьи нормальной. Не будет внутренней жизни, не будет нормальной работы. И не будет внутренней жизни, не будет здоровья. Потому что даже просто зарядку сделать нужны психические силы. Просто рано утром встать нужны психические силы. А психические силы это душевные силы. Душевные. Они берутся из отношений со святостью. Они втекают через твою веру святого человека в священное писание, в Бога, в святое место. В то, что действительно в твоем сердце святое. Если у тебя в сердце нет ничего святого, ты ниоткуда силы не получаешь. Замуж не сможешь выйти. Вылечиться не сможешь. Работу себе найти не сможешь. Для того, чтобы это сделать, нужно, чтобы сердце поменялось. Я работу себе найду. Это означает, уже есть милость, уже есть благословение. Кто не может найти себе работу? Как вас зовут? Да. А? Елена. Смотрите, вы очень сильно хотите счастья на работе, поэтому не нужны. Вам, вы, я вам сейчас объясняю. Или вы не хотите даже объяснения слушать. Вы хотите сильно, чтобы там много счастья было на работе. Понимаете? А работа означает просто мучиться. Когда ты привыкаешь к этому, ты получаешь счастье. Но вы не можете привыкнуть. Потому что вам не хочется мучиться. Потому что вы женщина. Вы просто примите, что работать надо. Идите и работайте просто. И сразу найдете работу. Там вы тихонечку мучаетесь. Но не найдите, не включите такую сильную работу, где сильно мучиться надо. Включите, где тихо немножко мучится. Хорошо? Я вам дал знание, как найти работу. Потому что у вас настроение не то, поэтому вы не можете найти. Когда работодателю приходите и говорите, я хочу у вас работать. Смотрит мне в глаза и думает, блин, работать не будет. Не берет вас и все. В этом причине. Итак, если хочешь удостовериться в том, что это правда, то приложи к освобождению себя своих пустых желаний хоть наполовину столько же труда, сколько ты до сих пор тратил на их исполнение. И ты сам очень скоро увидишь, что таким способом получишь гораздо больше покоя и счастья. Гораздо больше покоя и счастья. Я вот сейчас, у меня 50 человек коллектив, я складываю силу не в то, чтобы развивать коллектив, как я раньше делал, а в том, чтобы молиться за этих людей. То есть я вкладываю душевные силы, люди развиваются сами. Понимаете, удача следует за ним. Все начинает само лучше, лучше становиться. Люди развиваются, становятся лучше. Потому что я душевную силу в них вкладываю, в свое сердце. Я молюсь за них каждый день. И эта сила переходит в их жизнь. Сынок, ты никогда не погибнешь. Ты будешь в этой армии нормально служить, все будет у тебя хорошо. Вложи туда свою силу. Вложи. Тогда создай. Молись. Некогда. Значит, тебе это не надо. Чтобы у твоего сына все в армии было хорошо. Тебе, значит, это просто не надо. А твои слезы это просто лицемерие. Так сделай так, чтобы все у них было хорошо. Что, правда? Да. Я попробую. Нет, так нельзя. Я попробую. Так нельзя. Я попробую. Давай. Только сильное желание поменять вектор своей жизни меняет вектор жизни. Если ты хочешь жить как прежде, просто тупо работать, тупо жить. Жена постепенно черствеет к тебе, зубы семейной жизни не чистим, нет сил. Все силы на работе. Дети тоже тупеют, они тоже там как-то общение свое у себя ищут там, и тоже они куда-то уходят в жизни постепенно. Все ситуации в моей жизни уходят из моих рук. А я продолжаю работать. Так чем ты тогда отличаешься от мышки, которая бегает вокруг мышеловки? Она еще туда не зашла. Ну, уже рядом так. Чем ты отличаешься от нее? Ничем. Обязательно попадешь. Правильно, спасибо. Почему? Потому что ты не прилагаешь усилия к тому, чтобы этого не было. Если не вкладывать силы в духовную жизнь, семья разрушается само собой, она не создается. Потому что семья создана на отношениях эгоизма. Мы хотим наслаждаться друг другом. Это значит, что будет вонять. Надо молитва, чтобы очищать семью. Семью надо очищать своей силой внутренней. Очищать отношения постоянно. Это в моем сердце. Нет, Алина Иванович, у нее все будет хорошо. Все будет хорошо. Хорошо, держи голову в песке дальше. Может быть, тигр пробежит мимо. Попа. Но обычно не пробегает. Надо очищать в своем сердце. У меня в семье все хорошо. Значит, вы работали. А если у вас в семье все хорошо, и вы не работали, значит, она только создалась. Это значит, просто медовый период еще идет. Но если вы работали в семье все хорошо, так и будет все хорошо. Сто процентов. Почему от меня муж ушел? А потому что не тем занимался. В сердце все хорошо, куда ему идти? Отчасти никто еще не убежал. Все убегают только от страданий. И так надо направить силы туда. Жизнь естественным образом течет не туда. Она течет в суету естественным образом. Естественным образом человек не встает рано. Не совершает усилия по победе над своим сердцем. Чтобы дальше удача следовала в жизни. Само собой это не происходит. Нужны силы. И эти силы создаются вот такими отношениями, как мы сейчас с вами строим. Я точно такие же лекции слушаю, как вы. Точно такие же. Потому что мне тоже нужны силы. Я вот в конце ноября поеду в Индию. И там будет проводиться ретрит где-то 8 дней. Полное погружение в эту духовную жизнь. Постоянно. Спасибо. И оттуда я приеду. У меня будет силы. Я уверен. Я уже много раз так делал. У меня будет силы жить дальше. Все трудности победятся. В этой молитве все очистится. Сердце очистится. И как бы победа опять станет как основа жизни. Основа судьбы. Каждого своя вера. Ничего не надо менять. Надо оставаться там, где ты есть. Потому что там уже есть возможность заниматься духовным правом. А у меня нет во вере наставника. А ты искал? Ничего-то не видно. Поищи, увидишь. Покинь общество людей богатых, влиятельных. Перестань ухо ждать людям знатным, сильным. И воображать, что от них ты можешь получить что-либо нужное тебе. Ищи наоборот у людей праведных и разумных того, что можешь ты от них получить. И уверяю тебя, не с пустыми руками уйдешь ты от них. Ибо только придешь к ним с чистым сердцем и другими мыслями. Это цена. Если ты хочешь что-то получить от этого человека, а когда у меня бизнес наладится? Ему неинтересно это, потому что это все грешнее. Это тебе не поможет. Если ты придешь к нему, скажешь, научи меня жить. Он скажет, прости жене, которая тебя ушла. Пошел жить. Хочешь, живи. Прости жене. Придешь, простишь, придешь дальше. Пошел, прощай. Месяц прощал, молился, учился прощать. Простил, пришел. Следующий шаг. Сделай то, сделай это. И все, у человека сердце очищается. Потому что мудрый человек скажет главное. Не будет тебя настраивать на глупости. Если ты не веришь мне на слово, то хотя бы на время попробуй сблизиться с такими людьми. Постарайся сделать хотя несколько шагов на пути к истинной свободе. А тогда уж сам решай, куда тебя больше тянет. К благу и свободе или к злу и рабству. В таком опыте ведь нет ничего постыдного. Испытай же себя. Двительно, да? Это лев толстой все. Смотри, низкий. Какие-то вопросы есть по этой теме, да? Почему лев толстой все, что тебе убежало? А мы что ищем? Мы здесь собрались, что искать? Мы что ищем? Вот смотрите, есть два типа мышления. Первый тип мышления. Мышление пчелы. Я ищу самую лучшую пчелу. Я спасибо, я вам благодарен за вопрос, я сейчас размышляю. Смотрите, я ищу самое лучшее, я ищу нектары. Пчела как действует? Она летит к меду. К нектару. Цветочки самые лучшие, это нектар. Это энергия любви цветка. Наберет нектар, несет вули назад. И так постоянно, весь день. А когда она устает, она этот мед потом ест. Муха тоже хочет сладкого вкуса. Она летит к сладкому вкусу тоже. И по дороге летит. Блин, безобразие. Надо разобраться в этом вопросе. А вопрос воняем. Она-то залетает в этот вопрос, и там опарыши заводятся, и все. И так протекает в своей жизни. Поэтому у человека есть два способа только мыслить. Первый способ, я ищу нектары. Второй способ, я ищу недоставки. Вот смотрите, сейчас объясню. У меня есть наставник, когда он ходит, говорит, сморкается. В нем есть много вариантов недоставки. Если я не вижу в нем чистое и светлое, я не смогу получить от него то благо, которое в нем есть. И веда, говорится, что даже человек, не имеющий больших достоинств, может мне помочь, если ты настроишься на то, что поможет. Есть такое сравнение. Мудрый человек извлекает золото из грязи. Не грязь из золота, а золото из грязи. Жену из безвестного рода, два. Он берет совет даже от грешника правильный. Если это совет, его сердце откликается даже от грешного человека. Правильный совет берет, мудрый человек. И из невыгодной сделки извлекает выгоду. То есть видите, это как раз и есть мышление пчелы. То есть я нахожу самое лучшее в том, что плохо. Например, приведу такой пример. Мой наставник, разок, была такая ситуация. То есть наставник моего наставника. Была такая ситуация, что он был сильно болен. Ему привели аллергического врача, ученики. И оказалось, что он был пьяным. И тогда они хотели его в шею выгнать. Но наставник, он плохо себя чувствовал. Он говорит, дайте им возможность меня обследовать. Он обследовал. Он такой в пьяном виде говорит, ну, надо больше гулять. И пошел. И ученики просто выпередали, потому что это было здорово оскорблений. Но он начал больше гулять. Он сказал, я почувствовал в сердце, что это ответ Бога имеет. Когда судьба очень тяжелая, сверх может прийти непонятно в кого. Давайте продолжим сейчас эту важную тему, потому что мне задали очень хорошие вопросы. Я сейчас на него буду отвечать. Итак, смотри, какие интересные вещи. Что если я ищу чистое и светлое в человеке, я получаю то, что дает мне возможность разрушить мою плохую судьбу. Кто такой трансименталист, вероятно, говорит? Трансименталист это тот, кто не просто хорошее видит, а он учится видеть чистое и светлое во всем. Есть три категории людей. Первая категория. Люди, которые встали на путь истины, они доверяют только идеалам. То есть они доверяют только тем людям, которые абсолютно безупречны и идут только к ним. Начинающие люди, которые встают на путь истины. Но даже в них они пытаются видеть недостаток. Дальше, когда человек чуть-чуть развился в духовном, он начинает видеть хорошее даже не только в тех, кто обладает силой духовной, а также в тех, кто находится на равных с ними уровнях. То есть они относятся как к возвышенным людям тем, кто имеет столько же недостатков, сколько у меня. Есть третий уровень развитости человека, когда тот видит чистое и светлое даже в тех, кто менее развит. И при этом он все меньше и меньше ценит себя как личность. То есть фактически развитый возвышенный человек считается грешником, а всех праведником остальных. И это означает правильный наклон, правильная плоскость мышления. К сожалению, сейчас современная цивилизация, она утрачивает вот этот подход к работе над собой. То есть мы ищем кучу недостатков в тех, кто идет правильным путем. Без всякого сомнения Лев Толстой стремится к праведности и стремился. То есть он мог оступаться на своем пути, но это ничего не значит. Потому что значит лишь то, что он делал правильное для тех, кто хочет получить от него нектар. Но если мы хотим разочароваться в этом человеке, нет проблем. Однозначно, что он не такой, как Сергий Радоничский, допустим. Он, допустим, не такой развитый в духовном. Но он стремился к этому, у него есть большой опыт. А я не хочу об этом думать. Потому что моя цель – искать химонектар. А если у вас другая цель, то вы придете к тому результату, к которому вы стремитесь. У меня есть примеры. В моем духовном обществе есть много людей, которые сошли с духовного пути. То есть они шли искренне туда и сошли. Но я не хочу думать о том, что с ними сейчас происходит. Я думаю о том, что они уже достигли в своей жизни. И это дает возможность мне строить с ними чистые, светлые отношения. Если я встречусь когда-нибудь с этим человеком и буду говорить с ним о том, что хорошего было в его жизни, а не что плохого, есть вероятность, что он вернется назад на этот путь. А если я буду говорить о том, что с ним было плохого, никогда я ему не помогу. И я заметил такую вещь в своей жизни, что даже когда осуждают моего наставника, то мне это неинтересно. Потому что я не знаю, почему он совершил этот поступок. Я не знаю, я не был в тех обстоятельствах, в которых он был. Особенно это мышление помогает, когда с тобой поступают точно так же. Сейчас идет такая волна очень сильной критики меня. То есть если вы зайдете в интернет, там столько всего, там почитаете, интересно. Я когда сам это читаю, я смотрю, как люди с критическим настроением из маленького какого-то события незначительно в жизни человека раздувают просто огромный мыльный пузырь. Причем иногда даже развивают из того, чего нет. Например, одна девушка написала, что у меня в научных статьях, в моей диссертации, везде неправильно написано слово здравоохранение. Какой же тогда врач и какая у меня диссертация? Но в моих научных статьях нет ни одного слова здравоохранения вообще. Это она сделала из злости просто. Но человек, который увидел эту фразу, он опубликовал это на таком авторитетном, серьезном сайте. И так же он интересную фразу опубликовал. Но мы смотрим и находим, что этого журнала, этого номера вообще не существует. То есть это ее слова. Что типа я написал научную статью, но этого журнала номер вообще не существует. А потом дальше логика такая. Но на самом деле мы находим, что этот журнал есть. Но все равно какой же он учет. Понимаете, то есть это такой вред. Когда это все почитать. То есть идея в чем заключается? В том, что когда люди ищут недостатки, их мышление становится очень больным. То есть болезненное восприятие мира. Когда особенно тебя это лично касается, то это очень наглядно. Ну то есть я когда читаю это, думаю, о, классно. Но вот лично для меня это полезно. Потому что видно, у меня было вот какое-то желание гордиться этим всем, что там у тебя будет ученая степень и так далее. И Господь меня немножечко повоспитывал. Все это стало причиной обсуждений. Счастье статуса, повышение статуса общества было омрачено. Омрачено. И это хорошо. Потому что критика всегда очень полезна. Она очищает сердце того, кого критикуют. Но не очищает сердце того, кто хочет чистое в человеке слышать и видеть. Не очищает, не помогает. Поэтому это мышление, вот это вот, где мы ищем недостатки, не способ вообще развиваться в этом мире. Смотрите, как сейчас все общество устроено. Мы постоянно во всех ищем недостатки. И таким образом разрушаем свою способность видеть хороший пример. Причем, просто иногда эти, ну, какой-то безумие. Например, у Александра Македонского был очень близкий друг. Но современные историки сделали его гомосексуалистом из-за этого. И сейчас в современных фильмах, вот голливудский фильм, посмотрев про Александра Македонского, он уже соответствует этому образу. То есть это такой воин, не такой сильный, смелый, отважный, а он такой, ух, смелый, он такой машет уже, все, наш человек. Понимаете, почему? Потому что из вот этой склонности просто дружить раздули и сделали вот этот вот шарик большой, который не может дать понимание этой личности на самом деле. Понятие личности может человек получить только от его чистоты. и надо смотреть, что хорошего человек сделал, то, где он оступился. Зачем нам об этом думать? Да? Вы смог говорите о счастье, вообще счастье это по естественным предметам здесь. А я не знаю, что я думаю, что счастье будет в детстве, когда вы считаете, что сейчас ты есть. Счастье и есть. Спасибо. Вы все сказали уже. Да, это соответствует тому, что я знаю. То есть я не обладатель правды. Я просто имею определенное образование в области ведического знания. И в этом образовании есть такое утверждение, что, когда человек думает о будущем, он находится в страсти. Когда человек способен жить в настоящем, он находится в благости. И когда человек печалится о прошлом, он находится в невежестве. Если взять, допустим, даже песни, есть благостные песни, они поются в настоящем. Я не шалею ни о чем. А сел фундамент крепок дом. То, что создано трудом, то мне дороже. Да? Есть песни в страсти людей, которые стремятся к будущему счастью. Птица счастья с завтрашнего дня, прилетела крылья из меня. Выбери меня. Выбери меня. Есть песни, которые имеют оттенок такой скорби, сожаления. А белый лебедь на пруду роняет падшую звезду. Или там падшую звезду. На том пруду, куда тебя я приведу. Ну, будет всё хорошо. Знаете, то есть вот эти все вещи указывают на то, что есть разные настроения. Есть жизнь в настоящем, есть жизнь в будущем, есть жизнь в прошлом. И те люди, которые занимаются серьёзной духовной практикой, они входят в это состояние, в этот момент внутренний, где они застывают. Когда человек в молитве живёт, то время начинает растягиваться. Причём интересный такой феномен. Человек начинает читать молитву очень быстро, но время начинает течь очень медленно внутри его психики. Он как будто тянется. Это сравнивается с тем, как мёд капает. Когда мёд капает, он вот так вот тянется медленно. И капает, становится очень длинной. Вот это вот когда в сознании вот эта вот мысль о светлом и чистом наставнике, в старшем, о святости, она становится очень длинной. И человек думает только о возвышенных вещах в своей жизни. Это состояние называется самархи. Это верх, вершина человеческой жизни. Когда человек погружается вот в это состояние, он живёт только в настоящем. потому что прямо сейчас это с ним происходит. Не завтра, не послезавтра. Люди живут в будущем, потому что они хотят сделать жизнь лучше. Но они не знают как, потому что они стремятся во внешний мир. Люди живут в прошлом, потому что они уже в принципе разочарованы в этой жизни. И люди живут в настоящем, потому что они знают, где победа находится. Победа находится здесь. Когда человек обращает свою жизнь во внутреннюю жизнь, тогда он побеждает свою судьбу. Вы что-то хотите спросить? У всех по-разному. Вот вы хотите моё чувство по отношению к вам, допустим. Я могу сказать, ещё три года. Вам ещё три года. Но сейчас есть проблемы со здоровьем. Их надо решать. У вас есть время. У вашего мужа всё нормально. Ну, я так сказал, не знаю, правильно это или нет. Да? Ваш вопрос. Я вообще очень благодарен вам вот всем вот в этом ряду, кто сидит на моем лест. Потому что у вас есть своё мнение по поводу того, что я говорю, ну, продолжайте сидеть. Это удивительно. Так редко бывает. Спасибо вам большое. На самом деле, я не хотел с вами противоречить. Я просто, это очень для меня тема очень сокровенная и важная. Сейчас, ну, просто всё пошляют. Вот зайди в интернет, все пишут о том, что... Ну, это и же разрушает нашу жизнь. Понимаете? Надо вот это чистое, светлое искать в людях. Есть такая Бхагавадгити, такой стих, удивительный стих. Там вот буквально привожу дословный перевод. Апичет, даже если, су дурачаро, человек дурак дураком, су дурачаро, можно не переводить слово. Очень сильно, су означает очень сильно, дурачаро, дурак дураком. Баджате мам, она не бак. Реально погружается в служение истине. То есть реально хочет, очень сильно хочет идти в сторону истины, в сторону как правильно жить, вот этой правильной, чистой, светлой жизни. Садур эва химан тавья. Такого человека уже сейчас надо считать святым. Сам яква вева хито хи са. И в этом нет никаких сомнений. И дальше возникает немая фраза у Арджуны, к которому это говорилось. Он сто, но он же еще не святой. И за этой фразой идет следующий стих. То есть в следующем стихе говорится. Что там сейчас санскрит вспомнил. Кшипрам, то есть кшипрам означает очень быстро. Баваки он станет. Тхарма тма. Тхарма означает честная, чистая жизнь. Атма означает душа. Он честной душой скоро станет, настоящим человеком. Кшипрам баваки тхарма тма. Шашват шанти мне гачкачи. Он очень скоро достигнет. Шашват вечного, Шашват вечного Шанти счастья в своем сердце. Шашват Шанти мне гачкачи. Каунтия, то есть Каунтия, это сыр, это имя Арджуны. Каунтия, Практиджанихи, заявляя всем, говори, Каунтия, нами бакта пронашите. Никогда человек, который стремится к истине, не будет покран судьбой. Никогда. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что если мы относимся к человеку, который стремится к развитию именно так, как он сейчас действует, это и есть правильное отношение к такому человеку. То есть не надо, Лев Толстой свою жизнь истине отдал. И даже он в конце жизни сказал, что, извините меня за эту фразу, что если бы мне сейчас как бы предоставилось еще раз «Войну и мир» написать, я бы не стал этого делать. Потому что он что-то более высокое почувствовал и поэтому он эту книгу написал. Вот эту вот книгу, которую мы сейчас изучаем. Я очень уважаю этого человека за его подвиг внутренний, душевный. Он удивительным человеком был. Он был очень религационных взглядов в то время. То есть он переводил такие книги, труды, которые в то время запрещено было даже об этом думать. Например, он перевел древний трактат на нравственности Кир Курал. Этот трактат, у меня тоже цикл лекций по нему есть. Этот трактат просто чудо. Там столько вот этих законов, как семейные отношения строить, как правильно дела вести, как развиваться, как личность. Все очень четко и четко написано. Первое издание в России благодаря переводу на русский язык Ива Толстого. И так далее. Он читал Бхагавадгиту, то есть, который вообще даже никто не знал его существования в то время в России. Очень образованный человек и глубокий в понимании духовного знания у него очень широкое. Широкие взгляды на духовную жизнь. Я лично восхищаюсь этим человеком и поэтому я сделал семинар по его книге. Это знак моей внутренней благодарности за то, что он так вот такой, что он против религиозной вражды был и он хотел, чтобы люди поверили, что Бог есть во многих верах, во многих традициях духовного знания. Вы саботажем занимаются. Я не победитель, я не хочу здесь побежать. Я просто высказал свое чувство вновь. Я не против, если кто-то по-другому считает, я не против, но я вот так хочу жить. Это мое чувство. Мой опыт внутренний. У меня было много сомнений по поводу своего духовного учителя. Я видел, как сомнения разрушают жизнь. А моя внутренняя победа, я хочу думать о нем хорошо, потому что это поможет всем и ему, и мне. Это то, что дает жизнь. Точно так же надо думать о своей жене. Там жена гуляла с кем-то, прости ее и дальше честно с ней живи. Так же надо думать о своем друге, у него куда-то его понесло, прости и дальше с ним живи. Мы должны чистые отношения строить даже там, где это сложно делать. Ну а если ты имеешь дело с человеком, который посвятил себе свою жизнь сам возвышенному чему, зачем искать в нем, то есть искать в нем недостаток. Приводится в ведах такой пример. Если ты хочешь от Луны получать энергию, блаженство, ни ищи на ней пятна. Если ты хочешь знать, есть ли на Луне пятна, есть. Но если ты будешь думать о пятнах, у тебя плоти, контакты будут с Луной, ты будешь плохо спать. А может, по чердакам начнешь ходить. Потому что на тебя плохо она будет влиять. Лунатизм означает, что человек вот так вот живет. Но если ты будешь с благодатью думать о Луне, она тебе даст хороший, чистый, светлый сон. Не грози сук, на котором сидишь. может попробовать помочь или может помочь. Какой ваш вопрос? Видите, ошибка в мышлении с самого начала. Вы чего хотите? Наслаждаться их счастливыми отношениями или помочь? А почему вы так хотите? Потому что вам приносит это счастье, так? Ну так в этом вся загвоздка эгоистического чувства. Потому что когда вы по-настоящему захотите им помочь, вы поймете, что ваша помощь не даст того результата, который вы хотите. Вы будете молиться за них, но это не значит, что у них будут счастливые отношения. Это даст возможность им сделать жизнь легче. Легче будет отношения с тобой. Но будут они счастливы или нет, зависит от их собственных экзаменов, как они сдадут. Мы не можем людям ни помочь, ни помешать. если мы привязывать, смотрите, есть любовь, это служение человеку. Я служу своим родителям, я просто молюсь за них, но я не знаю, изменят они свою жизнь или нет. Но почему я сильно хочу, чтобы изменили, потому что я хочу ими наслаждаться, это уже не любовь. если я хочу наслаждаться жизнью своих родителей, надо победить себе это чувство. Это чувство не приносит счастья никому. Я хочу наслаждаться своим ребенком, значит, он будет балованием, я его не воспитаю. Я хочу наслаждаться своей женой, значит, она будет эксплуатировать это мое чувство. Я хочу наслаждаться своим мужем, значит, тогда он будет вести себя жестко со мной. Я хочу наслаждаться своим другом, значит, он не будет уже другом искренним. Но если я побеждаю все это чувства и просто выполняю свой долг, тогда наступают любовные отношения. Вы сначала разберитесь, чего вы хотите, потому что вы сейчас привязаны к результату. Вы говорите, Олег Геннадьевич, или я буду это делать, и у них все будет хорошо, или вообще не буду это делать. Чего вы хотите? А? Все, вопросов нет. Делайте, просто это делайте. И у вас сердце будет спокойно сразу. Как только вы начнете за них молиться, сразу вам сердце будет хорошо, и вы простите их за то, что они не могут жить в мире друг с другом. Вы скажете, у меня хорошие родители, они чуть-чуть грызутся, но это нормально. Итак, я хочу попросить у всех прощения. Я чувствую, что я как будто залез на стол. Я хотел бы опять назад слезть с него. Благословите меня. Мне не хотелось бы вас получать, просто, ну, как бы мне делать, я иногда так пафосно высказываю свое мнение. Спасибо.